Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня и да, теперь я блондинка. У меня начинается новый этап в моей жизни и я решила посвятить эту стрижку, эту покраску как раз новому началу. Этап будет очень серьезный, жизнь меняется кардинально, поэтому я решила не мелочиться и сразу изменить имидж на 100%. Еще недавно я была совсем темненькая, была не покрашена, это был мой натуральный цвет. Темно-темно-русый и девочки некоторые изъявляли желание, чтобы я стала светленькая, чтобы я покрасилась блондинку, что я стану ярче. Теперь я стала ярче и возможно вам это понравится, возможно нет. Я сама еще не привыкла к своему новому имиджу, сама еще не поняла нравится мне или нет. Но могу сказать сразу, что это немножко не то, что я ожидала и что я хотела. Лет 10 назад я красилась в рыжий цвет и тогда эффект мне нравился сразу. Хотя он был очень-очень резкий, этот переход на рыжий цвет, но мне это понравилось. Меня это взбодрило, меня это вдохновило на новые какие-то подвиги, на новые свершения. Я зарядила позитивом и в общем мне было с этим цветом очень комфортно и легко. И люди восприняли очень-очень положительно. В этот раз я не могу сказать, что меня раскритиковали. Очень многим нравится, очень многие оценили. Ну и есть такие, которые мне нравятся. Я могу сказать, что мне так средненько. Я не могу сказать, что меня устраивает оттенок моих волос. Но тем не менее я пока что похожу в таком цвете, поживу в обличии блондинки и решу, хочу я быть такой или не хочу. Поэтому не судите строго. Сейчас я в поиске новой себя. Я хочу измениться и хочу измениться не то, чтобы кардинально. Я уже изменилась кардинально. Но я хочу сделать свой образ более идеальным, можно сказать. То есть я в поиске, я никогда не останавливаюсь. Так, сегодня я перед вами в своем новом тепленьком костюме от Avon, который я приобрела в прошлом каталоге. Я могу сказать, что я им довольна тоже не полностью. Он, как я говорила в начале, не особенно теплый. Когда сейчас на улице не холодно и дома просто прохладно, а не холодно, в нем нормально и комфортно. Но когда довольно-таки холодно, то приходится одевать сверху теплый жилет и тогда уже более-менее в нем можно находиться у меня дома. Потому что я уже говорила, у меня дома довольно-таки холодно. Но тем не менее о покупке я не жалею. Он очень приятный к телу, совсем невесомый. Веса не чувствуется на теле абсолютно этого изделия. Так как это флис, еще полностью синтетический. Так что, в принципе, у меня нет к нему особенных претензий. Так, девочки, давайте приступим к теме сегодняшнего видео. Это заказ Avon по каталогу номер 15 2018 года. Вот этот каталог. Могу сказать, что в этот раз у меня маленький заказ, довольно-таки скромный. Наблюдается неприятная для меня тенденция повышения цен в Avon. И, конечно же, из-за этого уменьшается количество клиентов, которые что-то заказывают. И клиентов, которые что-то покупают. Если они покупают, то уже намного реже, чем раньше. Это, конечно, неприятно и неизвестно, как это будет дальше. Буду ли дальше я заниматься продукцией Avon. Хотя Avon я очень люблю. Но все и меньше и меньше я вижу выгоды для себя. Поэтому нужно думать мозгами. Если это не приносит никакой выгоды. Только большие материальные вложения, затраты времени, усилий. Значит, нужно на что-то это менять. Или просто выходить из этого и все. Но пока что я в строю. Пока что я делаю заказы. Посмотрим, как будет дальше. Хотелось бы, чтобы все продолжалось, как и было раньше. Так, девочки, давайте же приступим к заказу. Первое, что я заказала, это вот два таких продукта. Так как теперь я светленькая. Мне захотелось попробовать их. Это у нас линейка Advanced Techniques. Это у нас профессиональная линейка для волос. Это шампунь и бальзамополаскиватель для осветленных и милированных волос. Нейтрализатор желтизны. Значит, здесь у нас фиолетовые пигменты. Это ослепительный блонд. Значит, посмотрим их в середине. Я знаю, что многие уже показывали, как они выглядят в середине. Мне было очень интересно посмотреть самой. Это у нас бальзамополаскиватель. Вот такой у него нежно-кремово-фиолетовый оттенок. Очень красивый. Возможно, вам что-то видно. Боюсь на него надавить, чтобы не выйти к продукту. Довольно-таки он густой, в принципе. Но все-таки не хотелось бы испачкать себя и все, что вокруг меня. Так, следующее это у нас шампунь. Кстати, я не сказала, что здесь 250 мл. Шампунь уже более глубокого фиолетового оттенка. Напоминает прямо фиолетовые чернила. У меня были такие оттеночные шампуни. Из более дорогих линеек. И могу сказать, что они неплохо работали. Мне очень захотелось попробовать, не знаю, что это видите вы или нет, попробовать из компании Avon. И могу сказать, что, в принципе, неплохое количество красящего пигмента. Он действительно нейтрализует желтизну. Шампунь отлично промывает волосы, пенится бесподобно. Бальзам справляется со своими функциями. То есть, после него волосы довольно-таки живые. Девочки, те, которые красятся, конечно же знают, что окрашенные полностью обесцвеченные волосы без бальзама просто невозможно не расчесать, не привести в порядок после мойки, после мытья. Они как пакли, они как мочалка эти волосы. Бальзам просто необходим. Этот бальзам отлично промыл и подпитал волосы. Они хорошо расчесывались. И абсолютно-абсолютно оправдал он мои надежды, в принципе, на него. Ну, что могу сказать о том, что мне не понравилось, что когда красишься в такой светлый оттенок, сверху тебе обязательно же тонируют в твой желаемый оттенок, цвет. Ну, этот шампунь хорошо вымывает все-таки цвет. Значит, цвет он не закрепляет, наоборот, не удерживает в волосинке, да, а он хорошо вымывает этот цвет. Я могу сказать, что все шампуни, которыми я пользовалась после покраски, вымывали мне цвет. То есть, сейчас я буду им, конечно, пользоваться, но все-таки буду искать для себя шампунь, который удерживает цвет в волосах. Не знаю, пока что это мне не понравилось. Так, следующее, что у меня было в заказе, вот такое средство из линейки Simply Delicate. Это, по-моему, последнее средство в этой линейке, которое вышло, называется Свежесть хлопка, такой голубенький оттенок. Оно у нас с соком алоэ, экстрактом ромашки. Это гелевое средство, в средине оно вот такое вот прозрачное. Ну, такое не особенно жидкое, как, по-моему, все средства из этой линейки гелевые. Там было исключение, тоже в голубой упаковке, по-моему, то оно было очень-очень жидкое. Так девочки говорили, я не знаю, я его не брала, не пробовала, но это, в принципе, по консистенции такое, как и все гелевые средства. Я сейчас пользуюсь муссовой текстурой из этой линейки. В принципе, мне очень нравится, но все-таки вернусь к гелевым или кремовым. Кремовые мне очень нравятся, особенно мне нравятся, я отмечаю, кремовый без запаха есть такое средство. Кремовое без запаха в сиреневой такой упаковке. Я беру его постоянно для себя. Здесь у нас 300 мл, и оно очень надолго хватает. Экономный очень дозатор, хватает маленькой капельки, чтобы справиться с очищением. Так, следующее, что я заказала. Вот такое средство было у меня в заказе. Клиентка когда-то брала у меня такой аромат, Ив Дискавери Алюринг. Линейка называется Ив Дискавери, если помните, который представляет Ева Мендес. Значит, ей очень понравился аромат парфюма, и где-то она приобрела себе вот такой лосьон. То ли ей подарили, не знаю. Он очень ей понравился, и она решила заказать у меня. Значит, это у нас лосьон для тела. Аромат очень похож на аромат парфюма, но здесь он смягчен кремовым приятным ароматом. Для меня это был бы идеальный аромат, если честно, в той линейке, потому что не особенно мне лично нравятся эти ароматы, но если бы вот такой кремовый оттенок был в духах, я бы себе такой аромат взяла. Я люблю кремовые оттенки в парфюмах. Так, здесь у нас 150 мл. Эти парфюмированные лосьоны хорошо насыщенно пахнут, неплохо увлажняют кожу, то есть они полностью справляются своей задачей лосьона для тела. Значит, и, конечно же, если их использовать в сочетании с парфюмом, то эффект от парфюма будет намного-намного лучше, то есть парфюм будет держаться лучше и пахнуть намного-намного дольше и насыщеннее. Так, следующее, что у меня было в заказе, вот такой парфюм Premier Luxe, это уже довольно-таки старичок в компании Avon, ему, по-моему, 5 лет уже, как он существует в Avon. Значит, это у нас парфюмированная вода, аромат цветочно-шипровый, здесь у нас магнолия, жасмин и гордения, но аромат действительно шипровый, очень насыщенный, яркий, для любителей таких специфических ароматов, не каждый его поймет и оценит. Для молодежи, скорее всего, он не подойдет, мне кажется, больше подойдет для женщин более зрелого возраста. Очень насыщенный, яркий аромат, очень стойкий, необходимо совсем капелька, чтобы пахнуть долго и красиво. Следующие ароматы, которые были в моем заказе, это вот два таких аромата, по хорошей цене, при покупке двух, более выгодно, чем покупать один. Значит, это у нас линейка X-Series, называется Re-Charge, это самый сладкий аромат из этой линейки и самый-самый популярный, хорошо его разбирают, потому что нравится молодежи такой сладковатый аромат парфюма, я заметила, хотя мне не особенно нравится, а мой муж так вообще не любит такие сладкие. Здесь 50 мл, конечно, это минус, потому что это довольно-таки маленький объем для мужского парфюма, но цена у него небольшая, так как это недорогая линейка в компании Эйвен. Следующее, что было в моем заказе, это вот такой аромат Little Black Dress Weekend, тоже относительная новинка в этой линейке, это шипровый аромат, действительно, он немножечко такой жестковатый, здесь много цитрусовых оттенков, но это не просто цитрус веселый, жизнерадостный, это у нас все-таки посерьезнее, конечно, парфюмерия, мне так кажется, потому что сколько они у меня были в продаже, никто не воспринимал его как легкомысленный и приобретали женщины как раз уже довольно-таки немолодого возраста. Здесь у нас была такая, присылалась мне вот такая брошюрка, по которой я и взяла этот аромат за 30 гривен, значит, размещая заказ в период такой-то, такой-то из каталога на сумму от 1000 гривен и получая возможность в следующем своем заказе получить вот такой аромат за такую символическую цену. Конечно же, я воспользовалась этим предложением, потому что возьму его для продажи, потому что выгода очевидна. Так, следующее, что у меня было в заказе, сейчас посмотрю, девчонки, покажу вам вот такая подводка жидкая из линейки Avon True, там была она как бы на акционной страничке, но цена обычная, так как в каждом каталоге. Это у нас подводка Flamaster, покажу вам быстренько ее, вот так она выглядит, здесь у нас нескользящий такой участок, чтобы хорошо и удобно держать в руке, колпачок и здесь остренький-остренький у нас кончик. В компании Avon есть два вида таких подводок, одна с более таким толстым, скошенным грифелем, у меня такая подводка и вот такая. Значит, в моей семье была и та, и та, такая тоненькая использовала моя дочка, а та потолще сейчас у меня. Мне нравилась и та, и та, потому что хорошую дает плотную, такую черную линию насыщенную, очень хорошо засыхает, держится целый день, не размазывается, то есть прекрасная штука, как в жару, когда не хочется, чтобы у вас размазывался продукт на глазах, так и, конечно же, в холод, когда идет снег, идет дождь, и нужно, чтобы макияж поддерживался целый день и на уровне. Следующее, что заказала у меня клиентка, она уже другая, это помада Lady, сейчас хорошая цена на эти помады в каталоге, она взяла себе в очередной раз оттенок Total Twig, Total Twig, это у нас икона стиля, насколько я помню, такой очень красивый цвет, который я как-то себе брала, вот, но почему-то я на себе его не оценила, цвет действительно очень красивый, тут какие-то есть как бы светоотражающие частицы, но я их на себе не особенно замечала, просто мне не особенно подошел этот оттенок, а у меня девочка, которая берет эти помады, она такая смуленькая, кореглазая, и на ней выглядит как темный нутхий, очень-очень хорошо, выглядит как натуральный цвет губ, но немножечко-немножечко потемнее, не знаю, может быть я и повторю еще раз ее, и попробую еще раз, потому что очень уж она мне со стороны нравится, ну и последнее, что я хотела вам показать, это 8 ароматов Full Speed, которые я заказала в этом каталоге, мои клиенты долго ждали хорошей цены на этот продукт, но давно уже нет хорошей цены на этот продукт в каталогах, цена держится, и я думала, возможно перед Новым годом, в следующем каталоге, который вот мне пришел, будет аромат по хорошей цене, чтобы мои клиенты запаслись этим ароматом, но все же нет, его нет долгое время, он теперь только будет в составах наборов, которые довольно-таки дорого стоят, ну и, значит, я предупредила своих клиентов, что цены уже дешевле не будет на этот аромат, а в этом каталоге этот аромат предоставлялся за 170 гривен, да, если я хорошо помню, при покупке продукции из каталога на 99 гривен, то есть ужесточились условия, раньше было 59 гривен, условия покупки теперь 99 гривен, очень, я думаю, это неприятно для представителей Эйвен, вот эта страница, вот этот аромат, 179, извините, здесь у нас скидка 10%, только так как при условии покупки, и, то есть, клиентам уже даже скидки никакой не сделаешь, потому что нечего, нечего уже скидывать, вот, конечно, очень неприятно, могли бы сделать любимый аромат, хотя бы в преддверии нового года, по хорошей цене, нет, этого не случилось, и мои клиенты этого не дождались, конечно, очень мне не нравится эта ситуация, когда настолько выросли моментально цены, ну, не на пару гривен, да, а сразу на несколько десятков гривен, я считаю, что это существенно, и очень неприятно, все, дорогие мои зрители, заканчиваю сегодняшнее видео, у меня уже смеркается на улице, я, как всегда, дождалась удобного момента, и, как всегда, ничего не успеваю, простите меня, конечно, вот такой я блогер, вот такой я специалист в этом вопросе, ну, я думаю, блогеры тоже люди, и мы все зависим от обстоятельств, которые нас окружают в этой жизни, и время выделяется для видео, только то, которое имеется в этот момент, все, девочки, всех люблю, целую, увидимся в следующих видео, пока, пока.